Ну вот, наверное, надо разъяснить, почему же все-таки органика Стаковского стоит особняком, ничто не может сравниться с ней, наверное, это уже хорошо слышно. Стаковский в своем движении, в своей интерпретации, в артикуляции, в ритмике и следовательном понимании всего целого как раз решает вот эти проблемы, как раз находит разрешение для слабости, недостатков симфонической композиции Франка. Почему его нельзя играть как Моцарта и даже Бетховна, так прямолинейно, как это мы слышим и Евгения Федоровича Светлана. Может, кому-то не нравится, но слушать невозможно, честно говоря. А вот потому что прямолинейно, все без внимания к этим самым шраммам, которые надо как-то разрешать. Как их разрешает Стаковский? Как он обходит вот эту текучесть, квадратность выразительной гармонии Франка? Ну, рецепт тоже бесхитростный и, наверное, без вариантов. То, что сформулировал когда-то тот же Генрих Шенкер в работе об исполнении музыки. Ритм требует, ритмические задачи от исполнителя требуют одного – тянуть и толкать. Толкать и тянуть. То есть реагировать на расширение и замедление там, где они предполагаются гармонией, мелодией, ритмическим рисунком, инструментовкой и так далее. И мы все время слышим, как композиция Франка под управлением Стаковского замирает. Или срывается с места и на очень явном и непродолжительном или более продолжительном очереди раунду стремляется. Как вот этот план вообще-то ускорения охватывает всю экспозицию первой части. Замирание, остановки там, где действительно останавливается, или не явно останавливается, но показать, вот это, срезать этим замедлением и цезурой звучащей. Итак, все три части решения у Стаковского. Поразительно. Вот эта живость ритма, такая пластика, которой нет ни в синтексисе, ни в общем в ритмике такой квадратной, как бы, да, рифнующейся все время, с мягомой гармонии. Тоже упрек частый в адрес Франка. Он как раз может быть смягчен и даже устранен совершенно вот этой ритмической работой исполнителя, конечно. Сначала мы сработаем. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну и так во всём ДимаTorzok 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 Тоже очень важная арка, скрепляющая целые исходы первой части в репризу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok